Световое шоу на взлётно-посадочной полосе. Так выглядит новое светосигнальное оборудование. Принять его в работу приехали местные чиновники и столичные начальники гражданской авиации. До реконструкции аэропорта полоса освещалась фонарями меньшей мощности, и они стояли вдоль полосы. Поэтому, например, туман был проблемой для посадки самолётов. Аэродром становится практически всепогодным. Если взять Сибирский федеральный округ, помимо аэропорта Абакан, сегодня оборудованы всей системой современной светосигнального оборудования, в частности, Новосибирск-Толмачёво, Рощина-Тюмень, аэропортовые комплексы Иркутск-Старый. Масштабная реконструкция аэропорта сделала его не только конкурентоспособным, но и экологичным. Построены очистные сооружения. Вся вода с перона собирается в отстойники. 200 тысяч квадратов, всё-таки даже по одному миллиметру набирается очень большой объём воды. Если раньше она вся стекала вот мимо этих зданий в реку Тошиба, то сегодня она будет собираться здесь и будет чиститься. Реконструкция аэровокзала идёт третий год. На переоборудование ушло больше миллиарда федеральных денег. Часть потрачена на новое покрытие полосы и строительство аварийно-спасательной службы. Старый бетонный забор по всему периметру аэровокзала сейчас меняют на новый, вот такой металлический. Он оснащён тепловизорами и датчиками движения. А это означает, что если кто-то, например, запланирует через него перелезть, то диспетчер об этом сразу узнает и вызовет на место службу безопасности. На ремонте аэровокзала республика также не экономит. На тот год будем приобретать современный автомобиль стоимостью 22 миллиона. Это антиопределительное для того, чтобы делать определительную обработку воздушных судов. Сегодня техника у нас морально устарела. С новым оборудованием аэропорт поднял свой статус, стал международным, увеличилось число рейсов по России. Кроме этого, в следующем году планируется открыть транзитные направления. Например, в Симферополь. Это не только плюс для жителей Хакасии, но и дополнительный доход в республику.